Сегодня наша героиня Наталья Орлова, коренная Дмитровчанка. До поступления в Федоскинское училище миниатюрной живописи обучалась в Дмитровской детской художественной школе. С 1996 года работала на фабрике художником-мастером. Спустя 8 лет стала членом Международного Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства. А в 2012 году стала членом Союза художников Подмосковья. С 2011 года начала использовать в своих творческих работах натуральные камни, инкрустируя кабошоны, мешкатулки, портсигары и панно. Интерес к работе с натуральными камнями перерос в увлечение создания украшений. Такая работа сложилась. Здесь даже по краю написано Так, что у меня там написано? Так, проклятие может снять поцелуй настоящей принцессы. Вот, такая работа. Наталья так увлеклась, что у нее рождаются целые серии украшений. Колье, серьги, кольца и браслеты. А мотивы исполнения поражают еще больше. Сейчас мне очень интересно. Объемные детали, я очень увлеклась. Инкрустация камнями. Всевозможные. Цитрины, аметисты, рубины, гранаты, аметрины. Все, что угодно. Все, любые камни, которые подходят по цвету, по гамме цветовой. Я их всех включаю в живость. Вот, опалы очень люблю. Любые камни, которые играют, когда попадает свет. Нет. Именно то, что придает, вот, те камушки, которые придают работе живость. То есть, когда они играют, а попадание света на них. Вот. Это увлекает меня. Именно инкрустация и объемные детали. Это, как бы, еще делает, как сказать, еще придает большую глубину работе. Еще больше восхищает. Вот, смотришь, такой маленький мирок там получается. В основном все работы героини находятся в частных коллекциях. Признается, что очень хочется персональную выставку. И чтобы собрать все работы воедино, уйдет много времени. Вот одни из тех работ. Наталья предоставила фотографии. Здесь украшения, которые ей особенно нравятся. В своих работах мастер использует масляные краски, лак, льняное масло, сусальное золото и натуральные камни. Флюорит, агат, симберцит, аметист, лабрадор, беломорит, радонит. Для инкрустации живописи цитрины, рубина, опалы, гранаты и другие камни. Наталья постоянно находится в поиске новых художественных приемов и экспериментирует с новыми материалами. Надо самой собирать. Надо потихоньку что-то оставлять свое. Может быть, самые-самые-самые работы, которые прям мне близки, которые, может быть, технически сложные, их надо все-таки оставлять. Потому что никакая фотография не передаст вот эти вот работы живьем. Надо смотреть, надо, чтобы она вот так вот вся играла, ее надо вот так вот прям покрутить все. Там, с одной стороны, так, другую. Она живая, она глубокая. А фотография, она уплощает живопись, делает просто такие, ну, картинки плоской, репродукцией. Любовь к искусству передалась, признается Наталья, по наследству. Классических живописцев в роду, конечно, не было. Но в декоративно-прикладном искусстве предки заняли видное место. Прадедушка сапожных дел мастер шил обувь для царского двора и непосредственно для Николая II. Прабабушка была белошвейкой, владела тонким искусством вышивки, расшивала золотом, драгоценными камнями и жемчугом наряды для царского двора. И, возможно, на генетическом уровне тяга к тонкому, кропотливому ремеслу привела нашу героиню к необыкновенно сложному искусству росписи на камнях. Наталья очень рада, что искусство ценит и ее дочь Дарья. Сейчас она получает образование в Дмитровской школе номер 9, перешла в пятый класс. В этом году поступила в первый класс детской художественной школы. Будем надеяться, что династия творцов продолжится, и их мечты обязательно воплотятся в жизнь. В планах у Натальи Орловой создание коллекции украшений на тему сказок, а также ботаническая тема и мир насекомых. Мне ближе сказки. Ну, сказки – это вот, не знаю, мудрость человеческая наша, вот, от предков, все, что передается. Не знаю. А мне кажется, это основное. Соль. Кого можно увидеть? Везде по тексту сказки. Кого увидеть? О, всех можно увидеть. Планирую, еще целую серию впереди будет. Прямо по сказкам по всем хочу. Мечтает о частной галерее, где была бы возможность не только собрать и сохранить эксклюзивные украшения нашего времени, но и продемонстрировать уникальное искусство росписи на натуральных камнях и вписать наш родной город Дмитров в историю искусств декоративно-прикладного творчества. Наталья Орлова – участница многих отечественных и зарубежных выставок. Ее работы находятся в частных коллекциях России, США, Франции, Германии, Китая и других странах. Редактор субтитров А.Семкин